привет меня зовут артур мы продолжаем и уже судя по всему заканчиваем проходить рейдж последней серии мы пробрались в столицу правительства нам нужно найти ядро загрузить туда свою программу и это судя по всему будет финал последняя миссия давайте вместе будем надеяться что это будет не очень сложно надо сказать что к этому финалу мы шли довольно таки продолжительное время 12 с половиной часов игра отнюдь не короткая отнюдь но при этом не сказать что она какая-то дико разнообразная и какая-то прорывная просто неплохой такой проект который скрасил нам время в ожидании баттлфилда третьего call of duty нового вполне неплохая вещь и держалась своей мамочки обалдеть как-то кувыркнулся то хорошо так ракеты гадюка кстати говоря на же он через ей забыл давайте попробуем что есть желающий отведать мощь мои пушки в с больших из так что оно так скатинах это довольно таки весело только эти патроны быстро кончится поэтому давайте-ка мы их припасем лучше на более серьезных врагов пока побегаем с бронебойными патронами для пулемета правительства свободен строится давай 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 довольно круто на сказать а ты кто такой вот такая замануха есть нравится нет нравится видимо нравится так давайте кому все друзей по наделаем шел таких драме дон тушки сегодня пусть у нас рулят круто подожди какой катализатор учу издевает что так где-то там у нас турель и и назначить вот сюда сэйф это явно тупик патроны стражей это к чему интересно ладно потом разберемся нам нужно подкрепление отлично давайте соберем все что нужно патроны стражей да это патроны к этой пушки это круто так так я помню тебя зря поставил да сейчас наверх поем давайте хотя бы туда подберем жаль что их нельзя целиком полностью забрать и по новой использовать перетащить то есть только разобрать это глупо по моему ну да ладно давай прикрывай меня снизу это что такое это и есть ваше ядро что тихо какая то кнопка круто ой вашу мать да блин харе по своим пострелять куриль ой-ой-ой-ой-ой-ой что-то жесть какая-то я просто не понимал что происходит вообще что-то бляха-муха шиши не слава богу откуда у меня такие повреждения дикие так бинты давайте сейчас понаделаем винтов хватит уже мне погибать и теперь нам надо их использовать так ну ладно они мне помогли хотя конечно постреляли мне в спину довольно таки обильно но зато помогли против этих бешеных мега солдат что опять не так ставить термином так сюда что куда мне вставить это что это такое ладно хоть вы дохните быстро а то это было бы очень печально все так то переча как мне пройти через эти лучи а переча не то что давеча видим просто сквозь них пройти что-то не понимаю нет сложный вопрос может я не знаю прострелить что-то там или обойти как-нибудь теплон оттуда а вот кстати патрончики вот это у нас а нет все полностью открылась лично ладно ладно все живое что вот эти вот поворотливые тварь это я так понимаю мутанты специально выращенные да да точно так вот для чего их выращивать из них хотят супер солдат делать большая ошибка пока что все вообще без напряг проходится и все больше напоминает мне цитадель из Half-Life 2 очень похоже ну естественно на современных технологиях что дальше нет ну 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 Сколько же вас тут, ёлки-палки. Уф, нёшься всё. Хорошо, у меня видимо вот тут чё-то надо нажать. И подниматься наверх. Соединение с внешним ядромом. Ещё сохранимся. От нас не убудет. Или чё-то ещё надо нажать. А, нет. Всё хорошо. Так, там у нас мега-солдат какой-то. Да, блин. Вот вас только не хватало. А-а-а-а. Уйдите. Блин. Всё просто. Просто управление. Вообще. А-а-а. Иди, гандом. Давай-давай. Ешь ракеты. Наконец-то. Вообще. Я просто хотел поставить другие патроны на свои шестиствольные пушки. Но здесь всё это настолько на клавиатуре криво реализовано, что я натурально запутался в пальцах и в итоге чуть не погиб. Уэй. Ой. Или может у меня просто пальцы кривые. Кто знает. Кто знает. очередь в очередь еще один так свободен хоть бы пауза ставилась пока патроны меняешь и с и 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 будет ладно давай-давай-давай блин ребят что-то у вас до хрена по-моему круто сохраняемся я думать еще не конец выполняется третий этап подготовка к отправке данных начинаем финальную стадию за русский Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают В ней интересные враги, интересный искусственный интеллект, интересный дизайн, отличная графика, несмотря даже на текстуры и проблемы с их подгрузками Временами пробивается очень неплохая атмосфера и самое главное здесь интересно стрелять в врагов Но при этом против то, что во-первых в игре абсолютно мертвый, полностью, ну пустой вообще никакущий мир Абсолютно в него не веришь, несколько локаций абсолютно как-то бессмысленных, где вообще ничего не происходит Сюжет мало того, что не проработан, так еще и просто по-идиотски глупый Просто беспримерная глупость в сюжете, это я не знаю Это даже не сюжет, а просто набор событий Ну и кроме того, многие претензии по игре в плане того, что ее очень долго делали И в итоге вышло не пойми что, они по большей части конечно обоснованы Но тем не менее могу сказать, что мне доставило большое удовольствие от начала до конца проходить И финальный аккорд от ее оптимизации То есть сейчас, как вы видели, игра у меня вылетела на титрах Это такой прощальный подарок, от нее мне можно сказать Ну что в общем я могу сказать по игре, кроме того, что уже сказал Ну, неплохая игра такая Она прекрасно как бы скрасила ожидания до выхода таких мастодонтов, как Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare, Batman Arkham City Но в итоге оказалось маленько не тем, чего от нее все ждали Во-первых, от нее ждали, что это будет игра от id Software или id Software, кому как удобней То есть это будет старорежимный, такой злобный, да, скрежется зубов экшен В котором будет минимум смысла, но будет зубодробительный геймплей И отчасти тут это и есть, но этот геймплей тут перемежается абсолютно какой-то невменяемой В общем, покатушками на машинах При том, что физика здесь просто упорота и ездить вообще неинтересно Особенно это ярко проявляется в мультиплеере, когда играешь против других людей И видно, что можно было сделать намного лучше Но в целом, повторюсь, игрушка неплохая И с удовольствием ее прошел Можно было бы сделать гораздо лучше, тем более за это время и за эти деньги Что творится с id, я не знаю Ну, в принципе, ладно Думаем, что Doom 4, они как-то возможно себя реабилитируют Если не реабилитируют, то как бы все уже на помойку И можно будет про них забыть Мир на них, свет клином не сошелся, как говорится В общем, вот такие впечатления Такое было прохождение С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok